Знаешь, что меня впечатляет в нынешнее время? Что есть столько возможностей, столько предложений, и люди просто чаще всего их игнорируют. О чем я говорю? О том, что сейчас в Крыму безработно всего лишь полпроцентов. И на эти полпроцента на каждого есть три предложения, три вакансии. Ну, люди сейчас как-то, может, брезгуют каким-то трудом? Ну, во-первых, мне кажется, что не всегда устраивают размер заработной платы. Во-вторых, очень важную роль играет график. Вот это, мне кажется, самое главное. Если, допустим, вот мы с Димой, чтобы как-то зарядить бодрость у вас утром, мы встаем вот в 4.30 утра, то для многих людей этот график работы неприемлем, потому что, ну, слишком рано просыпаться. В 4.30, да. Это приятно такой сказать сюрприз. Но, тем не менее, именно это дает возможность видеть, как начинает оживать город, и не только город. Ну, как вот сонные коллеги пьют кофе, просыпаются. Они тогда еще такие все милые, бодрые, небодренькие, спокойные. Ну, ты готовишь тоже материал, чтобы порадовать наших драгоценных зрителей. Вот я считаю, что идеальный график, это когда ты, допустим, работаешь 4 дня в неделю, но готов работать там 13-14 часов. То есть ты прям выжился, прям вышел из себя все, и 3 дня почуваешь. Вот я, кстати, не знаю, вот, может быть, в силу специфики работы, я бы тоже работала лучше бы меньше дней, но интенсивнее. То есть выработать там эти 45-40 часов легко можно. Да, мне кажется, что рутинно ходить по 8 часов в день, но там, допустим, 6 дней в неделю, оно не тот вариант вообще совершенно. Но, тем не менее, как вообще хотят работать россияне и, в первую очередь, крымчане, уже узнала Саляя Салямова и поделится с нами сейчас этим. 8 часов вместо 11. Австралия – первая страна, которая сократила рабочий день. Спустя 69 лет ее примеру последовал и Советский Союз. Правда, выходные у обычных граждан длились недолго – всего один день. 1991 год подарил очередное изменение, которое окончательно уменьшило трудовую неделю. Сегодня этот вопрос снова на повестке дня. Тунеядство или оптимизация? Согласны ли россияне? Работать меньше или готовы перерабатывать? Сейчас мы это и выясним. Сколько часов в день вы работаете? Около 14. Сколько? Ну да, 14 часов. Ну, потому что я работаю поваром. 6 часов. 6? Почему так мало? У нас же 8-часовой рабочий день. Ну, так получается, что сейчас 6 часов, потом сменимся, будут другие. А бывает, что вы раньше уходите с работы? Нет, зачем же? Работа интересная, работу надо делать все время. Когда там находишься? Ни разу в жизни не уходили пораньше, не сказав начальнику? Нет, конечно, зачем? Не было необходимости. Мы никому не расскажем. Честно, честно. Как и большая часть предпринимателей, россияне не хотят сокращать свой рабочий график. В первую очередь это объясняется экономически. Меньше трудишься, меньше получаешь. Но и перерабатывать, как выяснилось, не готовы. Вы готовы меньше работать? Нет, не готовы. Не готовы? Как? Нет. А как платить, как будут? Ну, меньше. А, ну тогда не, ребята, так не пойдет, честно. А больше готовы работать? Нет. Ну, что нет? Нет. Сейчас 12 часов дня, почему вы не на работе? Потому что я домохозяйка. Воспитываю двоих детей. С учетом того, что один в садике, другой в школе, с пяти вечера до сна. А вы готовы перейти на сокращенный рабочий день? То есть работать меньше? Ну, в принципе, да. Да? А если меньше платить будут? Ну, тогда нет, конечно. А идеальный рабочий график для вас какой? С девяти до пяти, получается. Вот. Я хотела сказать, с девяти до шести, но нет. И несмотря на нежелание работать больше положенного, россиян смело можно отнести к трудолюбивой нации. Вот только думать об этом некогда. Загруженный день не позволяет расслабиться. Вместо 12 часов мы можем проработать 14 и больше, если вызов тяжелый. И сократить рабочий день и сделать себе выходные, как делают себе обычные люди, мы не можем себе позволить. Потому что никогда не знают, какая катастрофа когда произойдет, а мы всегда нужны. Идея восьмичасового рабочего дня более ста лет. И кажется, еще столько же, как минимум, она просуществует. Ни правительство, ни сами россияне не готовы перейти на сокращенный график работы. Это Лия Салямова, Роман Ананнєв. Утро нового дня.